Здравствуйте! В эфире новости Тегил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Грамоты и дипломы в день медицинского работника Владислав Пинаев поздравил медиков с профессиональным праздником. Главная площадка для развития туристско-краеведческой работы открыта. В поселке Антоновске в 71-й раз стартовал городской слет юных туристов. Красота и мода 70-х-80-х годов. В Мемориальном литературном музее Бондина открылась выставка «Красота по-советски от крестьянки до бурдомоды». Профессиональный праздник отметят в воскресенье медицинские работники. В его преддверии врачи уже получают поздравления. Сегодня торжественное мероприятие устроили в городской инфекционной больнице. Поздравить коллектив приехал и глава Нижнего Тагила. Подробности в следующем материале. Городская инфекционная больница, коллектив которой получил сегодня поздравления с профессиональным праздником, межмуниципальный центр по оказанию специализированной помощи при инфекционных заболеваниях. Сюда поступают жители Нижнего Тагила и всего горнозаводского округа. В апреле 2020-го здесь развернули госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. «Спасибо вам огромное. За эти два года, наверное, мы немножко по-другому посмотрели друг на друга вообще в целом. Очень жаль, конечно, что очень много кого мы потеряли, но тем не менее, надо посмотреть, сколько людей вы спасли. Вам огромное спасибо. Наверное, говорю не я один. Говорят сотни людей. Но впереди новые вызовы. Поэтому я хочу от всей души пожелать вам самим здоровья. Не болейте сами. Здоровья и благополучия вашим семьям. И мира, и добра вашему другу». Сегодня больница – это пять отделений, три инфекционных, реанимации и интенсивной терапии, педиатрическая, а также клиника-диагностическая лаборатория и дневной стационар. Помощь пациентам оказывают 25 врачей. Численность среднего медицинского персонала – около 100 человек. Большинство имеют высшую, первую и вторую квалификационные категории. «Я горжусь вами, вашим коллективом, нашим коллективом замечательной больницы, потому что вы за все годы, и вот особенно последние вот эти вот этапы сложные, показали, что вы очень хороший, замечательный коллектив, слаженный, грамотный и способный работать очень, не считаясь ни со временем, ни с чем. Очень профессионально». В связи с Днем медицинского работника сотрудники инфекционной больницы отмечены грамотами, дипломами и благодарностями главы города, губернатора и законодательного собрания Свердловской области, администрации Горнозаводского управленческого округа и Тагилстроевского района самого учреждения. В поселке Антоновский уже в 71 раз стартовал городской слет юных туристов. Четыре дня в полевых условиях ребята будут соревноваться в краеведческих познаниях и туристических навыках. «И для внимания слет мы приглашаем вас построиться!» «Живее, и для детей, и для детей, и для лучших направлений города!» «Дорогие юные туристы, я от всей души поздравляю вас, поздравляю организаторов уже 71-го. Слёта действительно, такого слёта, как проходит в городе Нижнем Тагиле, не проходит, наверное, нигде. Поэтому я желаю всем хороших, ярких, красивых выступлений, приобретения новых навыков, ну и самое главное, хорошего времяпровождения и новых знакомств. С праздником, с открытием слёта! Слёт проходит в четыре дня, в полевых условиях. И все четыре дня ребята будут соревноваться в туристско-корресческих мероприятиях, таких как спортивное ориентирование, скалолазание, потом горный туризм, водный туризм, грибной слалом, экология, геология, краеведение, шлифовое опробирование. И самый мощный маршрут – это контрольно-туристический маршрут или, как мы говорим, большая полоса препятствий. Девочки, расскажите, вы первый раз или уже были на слёте туристов? Я второй раз. А я первый. Ты второй раз. Что тебе в том году больше запомнилось? Мне запомнилось, как я лазила по скалам и по деревьям. Мы с Алисой участвуем в скалолазании, еще у нас будут проходить спортивное ориентирование, будем лазить по деревьям со страховкой и все. Сегодня я иду на краеведение, сосналолазание и горный туризм. На слёте я сейчас участвую первый раз, а так и участвовала вне участия. На какие награды рассчитываешь? Что школа может взять? В горный туризм, наверное, в этом году рванем. Вспыхнул и привел к пожару. Накануне ЧП произошло в доме номер 6 на улице Курортная. Загорелся холодильник. Хозяйка квартиры проснулась от запаха дыма. Пошла посмотреть, что случилось, и обнаружила, что горит холодильник. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Женщина пыталась потушить пожар самостоятельно до приезда спасателей. Но огонь был слишком силен. Прибыв на место, пожарные по лестничным маршам с использованием дыхательных аппаратов эвакуировали 9 человек, четверо детей. В результате пожара повреждено домашнее имущество. Предполагаемая причина – аварийный режим работы электрооборудования холодильника. «Не общайтесь с мошенниками» – настоятельно рекомендовал на встрече с профсоюзным активом ЕвразНТМК начальник межмуниципального управления МВД России Нижнетагильская Ибрагим Абдулкадыров. Мошенничество – вид преступлений, который приносит ощутимый финансовый ущерб тагильчанам. К примеру, в 2021 году он составил более 100 миллионов рублей. За пять месяцев нынешнего – около 40 миллионов. Основными способами совершения противоправных действий остаются звонки от неизвестных с предложениями перевести сбережения на якобы безопасный счет и ложные сообщения о попавших в беду родственников, за помощь которым необходимо заплатить. Жертвами становятся люди всех возрастов и профессий. Чтобы обезопасить тагильчан и предостеречь их от необдуманных поступков, профилактические встречи с участием сотрудников полиции будут проводиться в трудовых коллективах и в дальнейшем. Барьер на пути загрязнений. На очистительной станции на реке Визовка появилась плантация растений – природных фильтров. Их задача – очищать воду. Посадили водяную капусту и гиацинты – воспитанники станции юных натуралистов. Это и помощь экологии, и исследовательская работа. Высажены уникальные растения – эхорния и пистия. Они являются природными очистителями водоемов, природными биологическими фильтрами. И в чем их уникальность? То, что они в процессе развития очень активно формируют мощную корневую систему. И эта корневая система, как насосы, впитывает загрязняющие вещества, которые имеются в воде. Эти растения забирают из воды не только органические соединения, а еще нефтепродукты, металлы и другие загрязнения. В результате вредные примеси расщепляются и вода очищается. Таких зеленых помощников используют на прутках-осветлителях Евраз НТМК уже порядка 10 лет, как дополнение к имеющейся системе очистки с маслоловушками и коксовыми фильтрами. Растения очень теплолюбивые, поэтому высаживают их только в мае-июне, когда погода налаживается. Большую часть растений – по 450 корней пистии и эхорни – Евраз НТМК закупил и высадил самостоятельно. Еще около ста традиционно вырастили воспитанники методиста городской станции юных натуралистов. Ставим на станции опыты по эффективности очистки источных вод. То есть мы берем воду, выясняем ее состав, все загрязняющие вещества важнейшие, а потом по прошествии какого-то определенного времени мы снова делаем анализ воды и видим, как она работает. Самое главное, что ребята очень увлечены этой работой, делают исследовательские работы, занимают призовые места на России, не говоря уже о том, что в городе, в области им очень нравится эта работа, потому что они видят практически выход этой работы. Также помочь ребятам с посадкой пришла директор санатория профилактория «Леневка» Римма Ильина. Она садовод со стажем. Но водные гиацинты и капусту, так растения называют в народе, высаживает впервые. Евраз НТМК большую работу проводит по улучшению экологической ситуации в городе. И вот сегодня мы присутствуем на приятном мероприятии, где можно посмотреть, что уже прижилась эта икорния, и сегодня еще будут ее подсаживать. Проблема она везде была и будет. Загрязнение водоемов, оно происходит. Очищение – это очень важно. И я думаю, что на сегодня это очень хорошая акция. Сажать растения, как оказалось, очень легко. Нужно просто опустить их в воду. Теперь эти живые фильтры будут работать до наступления первых холодов. Смотреть фильмы в кинотеатре «Красногвардеец» теперь могут и незрячие. При поддержке Фонда кино и Министерства культуры Свердловской области там появилось оборудование для тифлокомментирования, приемники и наушники. Для каких кинолент доступны новые возможности, знает наш корреспондент Анна Дик. Герланы, с колбаса пришли? Умею честь передать пандематру командующему. Да подожди ты. Ты же у нас гостяк. Нужно уважать наши обычаи. История любви на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века. Фильм «Аманат» основан на реальных событиях. Однако некоторые факты имена персонажа изменены в художественных целях. К слову, это первая кинолента, которую смогли увидеть незрячие тагильчане. При поддержке фонда кино и Министерства культуры Свердловской области в кинотеатре «Красногвардеец» появилось оборудование для тифлокомментирования, специальные приемники и наушники. Сегодня уже приходили у нас, интересовались этой опцией. И мы дали свои комментарии. А вообще мы рекомендуем, прежде чем можно билеты приобрести онлайн, но при этом обязательно мы ждем звонка, для того чтобы мы могли отметить, что человек забронировал это место, куплен билет. Потому что, к сожалению, только шесть человек мы сможем принять на сеанс. На шесть комплектов, благодаря национальному проекту «Культура», из местного и областного бюджетов было выделено по 48 тысяч рублей. Пока новый сервис включает возможность просмотра только российских фильмов. Кинотеатр готов к приему своего зрителя, но сталкиваемся со второй проблемой, которая на сегодняшний момент актуальна. Люди с нарушением зрения и слуха не привыкли ходить в кинотеатры. Поэтому наша с вами главная задача сейчас проинформировать наших жителей, что данная услуга работает, и зрители придут к нам в кинотеатр. При желании зрители могут прийти в кинотеатр «Красногвардеец» на фильм с тифлокомментированием и со своими наушниками. Женская красота и мода на обложках журналов 70-80-х годов прошлого столетия. Такую экспозицию представляют тагильчанам в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Выставка, которая обязательно вызовет у вас ностальгию, открылась в Мемориально-литературном музее Бондина. Мелкие, тоненькие можно надеть и по два на один палец. Яркие кольца элегантнее в сочетании с бледным, светлым лаком ногтей. А с ярким – маленькие, тоненькие, малозаметные. Выставка «Красота по-советски от крестьянки до бурда моден» открылась в Мемориально-литературном музее Бондина. Организовать ее удалось благодаря проекту «Центр устной истории». Конечно, у нас побольше людей входит в этот проект, но не всем удалось сегодня по разным причинам подойти. Но вот это такие, знаете, наши активисты, наш такой костяк, на котором держится этот проект. Я хочу при всех вас поблагодарить, выразить искреннюю благодарность. Я так рада, что вы попали к нам в проект. Мы так с вами здорово сотрудничаем. На протяжении полугода, каждый месяц мы встречались в этом зале, обсуждали вопросы выставки. На выставке представлены такие экспонаты, как шляпки, туфли, платья, бусы, предметы косметики и страницы журналов о красоте. Именно они позволят посетителям погрузиться в атмосферу модной индустрии. И посмотрите, актуальные на сегодняшний день, я бы сказала, женские боты и кожаные туфли. Посмотрите на женские боты. Боты видели, наверное, да, уже когда-нибудь? Очень удобно. Одевали поверх туфель и, пожалуйста, в летнюю дождливую погоду у вас туфли не используются, потому что, конечно, в дефиците ценится что? Долговечность, прочность. Для создания выставки собирались воспоминания тагильчанок о моде и быте советского времени. В итоге именно они стали частью экспозиции. Мы искали новые пути взаимодействия с посетителями, именно музейщики. И пришли вот к методу как раз устной истории. Раз он посвящен советскому быту, то темы самые узнаваемые, самые обычные. То есть это, конечно, советский дефицит, красота, отдых. Далее мы планируем и другие темы, то есть те темы, которые касались абсолютно всех советских граждан. Выставка у многих посетителей навеяла воспоминания из советского времени. Вот это время, оно было такое теплое, вот время наших бабушек, мам. Вот было, как бы сказать, редко продавалось, но мы делились впечатлениями, мы делились какими-то тканями, какими-то моделями, мы даже собирались вечером, брали журналы. Эти вот журналы мод, бурда, это уже позже. А вот раньше, это, конечно, работница, это, конечно, крестьянка. И вот мы собирались, беседовали, как лучше. Вот у меня, допустим, я платье хочу скомбинировать. Вот у меня такая ткань есть, а второй нет. Выставка «Красота по-советски. От крестьянки до бурда моден» будет открыта в Мемориальном литературном музее Бондина до октября. На Демидовской пристани деревни Устютка открыли сезон сплавов по Чусовой. Организаторами традиционного фестиваля выступили природный парк «Река Чусовая» и Центр развития туризма Нижнего Тагила. Река Чусовая не теряет своей популярности, потому что летом это одно из наиболее популярных мест вообще Свердловской области, вне зависимости какой это маршрут, либо вот наша Тагильская часть, либо там чуть-чуть повыше, ближе к Пероуральску. Очень популярно, много народу собирает. В общем-то, в связи с теми ограничениями, которые действовали в позапрошлом году, в общем-то, Чусовая только, скажем так, набирала обороты, и количество туристов, которые выезжали на природу, оно неизменно росло. Участники фестиваля, а их было несколько сотен, разгадывали задание квеста «Живая Чусовая» от Тагильской станции юных натуралистов. Ходили в гости в музей куклы «Русская горница», приобретали сувениры на ярмарке ремесленников. Закончился праздник большим сплавом по Чусовой, в котором приняли участие самые отважные любители активного отдыха и живописной природы. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Гость в студии – куратор социального проекта «Фабрика добрых дел» Сергей Бурлай. Не переключайтесь.